Можно, да, говорить? Здравствуйте, меня зовут Алексей Расулов. В этой больнице находимся в педагогическом корпусе Киргинской больницы. 11 числа, как уже известно, произошло нападение на нас двоими неизвестными при поддержке ЧОП-ПИТИСЬ, то есть охранников лесозакновителей вокруг этих лесопорубочных работ. И с 11 числа нас госпитализируем в эту больницу. У всех двоих, значит, у всех четверых, собственно говоря, сотрясение мозга, вот, двое отказались от госпитализации, вот, вдвоем мы вот здесь находимся. Ну и произошло ограбление, то есть украли телефон, о чем было тоже сделано соответствующее заявление в органы милиции, вот, заведено уголовное дело или нет, мы не знаем, так как мы находимся вот в больнице, и об этом нас еще не информируют. Я Павел Жирин. Я был в лагере экологов, когда как раз произошло нападение, мы бросились из лагеря на помощь, когда нас позвали на помощь. Вот я увидел, как Алексей стоит между двумя, мы их называем, гопниками. Это, видимо, значит, особая структура, по некоторым сведениям, особая структура, о чем вы видите, но они уходят в гражданском, не в форме. Как он стоит между двумя гопниками, значит, и кричит, отдай телефон, а другой марш пикит кулаками. Я бросился на помощь, вот теперь лежу в результате сотрясения мозга и перелома носа. Вот, лежу я в 207-й палате травматологического отделения. Сегодня около 5 часов, меня в тот момент не было, но около 5 часов, значит, нож в палату привезли охранник вот из этого самого Чопа Витис. Причем у него совершенно нет внешне абсолютно никаких повреждений, там ни малейшей царапины, ни малейшего семечка. Вот, и этот самый охранник утверждает, что он якобы был избит экологами 10-го числа, и вот якобы до 10-го числа, после этого страшного избиения у него, никаких симптомов с 10-го числа никаких симптомов не было, а вот сегодня, 13-го, вдруг они проявились. Вот, мы так подозреваем, что это для того, чтобы, значит, возбудить дело против экологов, видимо, конкретно против Сурена Газаряна, которому шлют, как раз, нападение на Чоповцев. Иного объяснения просто представить себе.